Привет, я Саня, и Сега, которая находится у меня в руках, стоит 27 тысяч рублей. Ой, бля, жёстко. А не долбоёб ли ты Саня, спросите вы меня, а я вам отвечу. Продолжайте смотреть это видео, и вы узнаете ответ на этот вопрос. Я решил немного обновить формат появления самых охуенных комментариев, которые вы оставляете под роликами, и самый топ с предыдущего выпуска вы сейчас видите на экране, и на некоторые ваши сообщения я буду отвечать. На кроссовки манить? Да, охуенная идея. Перед видосом реклама Авито. То чувство, когда смотришь видосы, где частично портится репутация сайта, и Ютуб вставляет тебе рекламу вначале. Заебись. Как можно нести такую чушь и оставаться серьёзным? Не знаю. Прическа гейская, мне нрав. Спасибо. Петушок? Не, спасибо. Куета? Сука. Пидор, бля, ты долбоёб, сука. Передумал, в общем. Чтобы попасть в топ комментариев так же, как и другие пользователи, просто оставляйте их внизу под роликами. Теперь к сюжету. И да, там ещё лайк не забудь поставить, наберём 2000, и сразу выйдет следующее видео. Хочу порекомендовать вам игру с участием известных блогеров в главной роли. Вы сможете сразиться с друзьями и другими игроками по сети, играя за одного из интернет-героев. В игре доступны различные комбо-приёмы, интересные арены боя, бодрая музыка и приятная анимация. В игре уже приняли участие такие блогеры, как Эльдар Джарахов, Марьяна Ро, Юлия Реш, Брайн Мапс, Иван Гай и многие-многие другие. Игра постоянно обновляется и добавляет новых героев, за которых вы сможете поиграть уже сегодня. Она уже доступна в Стиме. Чтобы начать играть, просто переходите по ссылке в описании под видео. Всем здорово, друзья, меня зовут Саня, и недавно, а точнее пару часов назад, я стал обладателем удивительной, супернеобычной консоли, которая стоит аж 27 тысяч рублей. Ну как стал обладателем? Просто открыл шкаф и достал оттуда консоль 80-х, 90-х. Да, я говорю о консоли Sega Mega Drive, и кто не знает, что это, скорее всего, вы родились сегодня. Я уже вижу в комментариях, как вы мне пишете, Саня, ты конченый, этот кусок говна стоит не больше 2000 рублей, и вы окажетесь правыми. Ну, не фашист, не фашист, ну, правыми в плане, правильное решение. На самом же деле, я не покупал эту консоль за такие бешеные деньги, ее мне подарили мои родители еще в начале 2000-х. И отгадайте, где я увидел такой ценник на эту обычную консоль. Да, в магазине на Авито. Меня это очень заинтересовало, я решил разобраться в этом вопросе, позвонить продавцу и узнать, какие же на самом деле характерные особенности имеет эта консоль, и почему такая большая цена. В названии к товару, в принципе, написано одна из особенностей, куплена в 1990 году. В описании также написано, новая, в пленках, чек, и сразу же ниже. На ней играли один раз в одну игру для проверки в 2013 году. То есть, они уже сами себе противоречат, говоря то, что она новая, и в пленках ни разу не распечатывалась. То есть, еще раз, они открыли консоль, протестировали игру, запаковали консоль обратно кое-как в пленку, и... Выставляют это как новая, запечатанная в пленках. В общем, что за херня? Придираюсь. На самом же деле, пока ничего особенного. Консоль куплена в 1990 году, и якобы прилагается чек. Этот чек в 2017 можно распечатать, сидя у себя дома, и выставлять такую же цену, и наебывать других людей. В чеке даже можно указать, там, года до нашей эры. Ладно, хватит фейспаунить, я знаю, что она вышла в конце 80-х. Ладно, давайте я уже позвоню этому продавцу, и узнаю, почему этот, в кавычках, антиквариат стоит так дорого. Алло, магазин Джорджик. Здравствуйте, это Сергей? Да. Здравствуйте, я звоню вам по поводу Сеги Мега Драйв 1990 года за 27 тысяч рублей. Это его цена, правильно? Да. Так, вот, у меня такой вопрос, а почему, собственно говоря, такая цена на Сегу? Какие-то можно? Да-да-да, я слушаю. Она с тех времен. Она с тех времен. Я пока не собираюсь вести себя агрессивно, потому что мне действительно хочется понять, что находится в голове у этого продавца, и, возможно, реально есть какие-то отличия, которые выделяют эту консоль среди ее подобных. Покупалась она в Арабских Эмиратах еще. Ну, короче, она оригинальная. Made in Jampon сделана. Покупалась в Арабских Эмиратах, хотя в описании написано, что куплена в одном из городов России. Может, я, конечно, чего-то не знаю, хотя все верно. И Made in Jampon. Made in Jampon. Jampon, сука, Jampon. То есть, это Сега, которая выпустилась в 1990 году, покупалась в Арабских Эмиратах. Она точно такая же, которая делалась, ну, точнее, поставлялась нам в Россию. Просто я помню в эти времена тоже. И в Россию именно эти не поставлялись. У нас китайские поставлялись. У нас не было Made in Jampon. У нас Made in China была постоянно. China, Jampon, Made in Jampon. У нас есть старые картриджи еще. Старые картриджи. Ну, я имею в виду японские есть картриджи, которые там в коробочках больших. Хорошо, допустим, характерные особенности заключаются в том, что консоль была куплена в 1990 году в Арабских Эмиратах. Как вы заметили, я не придирался и не говорил, какие весомые будут доказательства того, что консоль действительно является таким антиквариатом. Я подумал, что действительно Сеги, сделанные в Японии, стоят таких денег, и решил разобраться в этом. И первое, что я сделал, это залез как раз к себе в шкаф и достал Сегу, на которой сзади была приклеена надпись о том, что данная консоль сделана в Японии. Тут я подумал, ого, это получается я такой же успешный обладатель антиквариата и могу продать ее за такие же деньги. Эх, не так все просто. Я решил посмотреть одни из первых сайтов в поиске гугла, которые также занимаются продажей этих консолей. И там, сука, к вашему удивлению, также почти везде было написано о том, что консоли сделаны в Японии. Китайские, конечно, тоже есть, но цена почти не отличается. Да нет, вообще не отличается. Я понял, что это полный развод и наеб клиенты, и я решил позвонить этому продавцу снова. Ибо чек, который можно поделать, сидя у себя дома, ну это просто пиздец. Да, и при разговоре с продавцом я буду троллить его, говоря о том, что его Сега, ну, никак не отличается от других. И я, в принципе, готов ее купить, но за 2000 рублей максимум. Алло. Алло, да. Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте, я готов купить вашу Сегу, ну, только за 1890 рублей, как она, в принципе, и стоит. За сколько? За 2000 рублей? Да, за 2000 рублей. Не-не-не, я понял. Нет, секунду, нет, вы секунду можете подождать, секунду, я хочу сказать пару слов. Просто я вчера вам позвонил, уточнил, спросил особенности и решил изучить этот вопрос. Дело в том, что сейчас такие Сеги японские тоже продаются в магазинах, и они стоят... Простите, я понял, я хочу сэкономить свое время. Нет, секунду, хорошо, вы мне объясните, я заинтересован, я заинтересован. А эта Сега будет стоить 29 тысяч рублей, и не рублем дешевле. 27 же на Вито написано, 27 же на Вито. А она что, подорожала на 2000, случайно? А, можно узнать причину? Я понял, ну, это как бы не серьезно. Если интересно, да, есть эта Сега, а если это, ну, а что, а я ненормально, что ли? Я говорю, что Сега стоит 27, у меня летит 2000 в каком-то магазине. Ну, и покупайте в этом магазине. И потому что на ней всего-навсего, ей всего-навсего минимум 10 лет. Да какие даже 10, ей больше. А еще на ней написано Made in Japan. Made in Japan написано на многих Сегах, которые стоят не дороже 2000. А, то есть я покупаю чек, я правильно понимаю, который можно напечатать на компьютере и вообще сделать вид того, что он якобы... Нет, 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 не серьезный разговор. Нет, но вы мне скажите, я заинтересован. Что, вы приходите и видите своими глазами, что это реально антиквариат. Вот и все. Почекаю или что? Кто-то понимает это, а он это покупает. Кто-то этого не понимает, а он покупает в магазине. Кто-то покупает, тот остается, я так понял, человеком, которого попросту наебали в вашем магазине. Доброго вам вечера. Доброго вам вечера, отвечает мне. Все, мои комментарии закончились. Пишите внизу, что думаете по этому поводу, а я хочу пожелать вам оставаться бдительными, не попадаться на типичных людей и защищать девочек. Хуй знает, к чему это сейчас было. С вами был Саня Харчевников. Ставьте лайки, если хотите видеть больше таких подобных видеороликов. Вся информация и ссылки на объявления, используемые в данном выпуске, вы можете найти в моей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. И самых активных я добавляю к себе в друзья ВКонтакте. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»